В новом учебном году занятия в российских школах начнутся в традиционной очной форме. Об этом на совещании президента России с членами правительства заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, в школах при этом будут соблюдены все меры санитарной безопасности. При этом было отмечено, что формат дистанционного обучения рассматривается в виде дополнения классической очной форме. Портал Москва-Баку поинтересовался у москвичей гостей столицы. Целесообразно ли сейчас открывать школы в преддверии второй волны коронавируса и как они относятся к внедрению дистанционного обучения в образовательный процесс? Я думаю, что нужно решать проблему по мере поступления. С 1 сентября дети, я думаю, должны пойти в школу, как обычно. Но если будет вторая волна, то я думаю, что нужно будет опять дистанцироваться и перейти на какое-то время на заученное обучение дистанционное. Если открывать школы, то целесообразнее в том плане, что дети между собой общаются и это как дополнительное уже получается саморазвитие. А если вирус? Ну если вирус, то это же временно получается. Если волна, то тогда дистанционная, конечно, безопасность превыше всего. Ну уже идет на спад это все. И я думаю, сейчас где-то 600 людей в день заражаются всего лишь. Я думаю, основная опасность прошла. Дети не получают образования от такого дома, даже с родителями, как в школах. Поэтому я считаю, что целесообразно. А как же безопасность детей? Ну вы знаете, тем более, что коронавирус сильно не влияет на детей. Поэтому я считаю, что нужно открывать. Если учиться, то только учиться. Если нет, то зачем открывать? Я училась обычно. У меня сестра училась в дистанционной, как раз она учится в медицинском колледже. И она сказала, лучше ходить на пары, чем вот так вот. Намного сложнее. Во-первых, они пишут лекции с утра до вечера, плюс еще домашние. И это намного сложнее, чем на парах все это делать. Поэтому проще открыть, мне кажется. Я считаю, что на данный момент стоило бы немножко попридержать коней и не открывать школы. Хотя бы до того момента, когда будут более устойчивые показатели по вакцине, когда будут больше людей вакцинированы, когда будет точно понятно, что препарат работает. Сейчас я бы воздержался все-таки отдавать детей в места массового скопления. К надомному обучению отношусь положительно. В любой форме образования есть свои плюсы, свои минусы. То есть, когда ребенок обучается надомно, есть возможность дать ему дополнительное образование. Мы хотим, чтобы дети получали нормальные знания, чтобы общались между собой, чтобы было не только общение с учителем, но и также коллективное общение и познание знаний. Это очень хорошо. А то, что они сидят дома и ничего не делают, в этом ничего хорошего нет. У вас кто-то учился дистанционно? Да, у меня ребенок учился. Мы с вами из Воронежа. У нас было дистанционное образование. Оценки пятерки, а в голове пустота. В условиях текущей эпидемиологической ситуации еще актуальное дистанционное образование. Но я считаю, что система образования, в принципе, будет меняться и подстраиваться под условия, которые складываются в мире. А вы сами учились? Да, мы в университете дистанционно обучались, да. Мне было комфортно, и я не оттрачу время на дорогу, и это время я могу потратить на себя, потратить на подготовку к предметам. Чувствовалось все более комфортно. Я думаю, что есть у всего и положительные, и отрицательные стороны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...